Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Где искать мужчину, если в интернете держу несколько страниц в соцсетях с хорошими фотографиями? В большом кругу мужчин нахожусь. Искала через снах, но так и не нашла никого за 17 лет. Много пробовала, всего. Над собой работаю, самосовершенствуюсь над внешностью и образом тоже работаю всегда. Что не так? Неужели ни одному мужчине не понравилось за столько лет? Просто вижу, что неинтересно. Сама пробовала мягко провелять инициативу и писать мужчинам первое, если в соцсетях, но они вяло откликаются и больше не общаются. Пустила на сночок, тоже нет толку, уже руки опускаются, мне 33,9 лет. Смотрите, в первую очередь хочется, наверное, спросить, да? Вы мужчину ищите для чего? Вот. Второй момент. Как вы видите мужчин, то есть, ну, как вы их воспринимаете, вот. Что для вас такое мужчина вообще? Да? Как вы видите его, как вы видите вот себя с ним? Из какого чувства вы ищете, вы ищете мужчину, да? Тоже очень важный момент, потому что, если вы ищете мужчину, например, из дефицита, да? Вот, ну, из такого, из чувства такого, из чувства дефицита, вот. То, конечно, у вас ничего не получится по понятным причинам, вот, потому что, ну, мужчина это чувствует, вот. Люди чувствуют, вот, тот, скажем так, посыл, который идет от человека. Не менее важным, как мне кажется, аспектом является то, да? Как вы сами проявляете инициативу, и с какого, опять же, чувства, ощущения, да, вы это делаете? Как вы это делаете? Есть такое у меня впечатление, что вам сложно воспринимать себя как личность и мужчину как личность, а вы ищете вот именно мужчину, как бы полоролевое такое взаимодействие получается у вас здесь. И это накладывает очень серьезный отпечаток, вот. Вообще, если ни с кем из мужчин не складывается, то что-то внутри вас сопротивляется этому, вот, противится. Возможно, вы даже чисто так вот, знаете, подсознательно, чисто подсознательно, возможно, вы даже не хотите отношений, да, но как-то вот себя заставляете это делать, заставляете себя как-то взаимодействовать, значит, с мужчинами, а внутри, может быть, боитесь, или, может быть, даже не хотите, вот, ну, отношений. Вот этот конфликт, который проявляется, в частности, в вашей такой пассивности, да, вот вы говорите, мягко, пробовал мягко проявлять инициативу, а почему мягко? То есть, как бы, вот, неуверенно, да, как будто, и так далее. Важным моментом является то общее между вами, по поводу чего и вокруг чего могло бы сформироваться какое-то взаимодействие между вами и человеком, да, вот, поэтому тут тоже очень важный аспект, вот, как бы, по поводу чего вы взаимодействуете с мужчинами. То есть, если у вас имеется недостаток общего с людьми, людьми, а сами боевые воспроизводят, производят впечатление такого довольно-таки зажатого, скажем так, человека, то, вот, будут, конечно, трудности и будут, конечно, проблемы с самым собой, вот. Поэтому вопрос не в том, где искать, а вопрос в том, как вы это делаете, из какого чувства и в каком психологическом, психоэмоциональном, если хотите, состоянии вы это делаете. Вот этот вот момент нужно, конечно, поисследовать, вот. И, собственно говоря, когда это будет сделано, да, вот, то я думаю, что тут уже вот особо проблем у вас не возникнет. Вот, вы будете, ну, как-то вот понимать, да, то, что вам нужно, вы будете видеть, как вам нужно, ну, и вот так далее. Все в таком, примерно, ключе. Есть вот, знаете, страх близких отношений очень часто, это проявляется, красавчик, у людей, которые тяготеют вроде как бы к отношениям, да, ну, ну, вот, они-то вроде бы и тяготеют, но в то же время, несмотря на то, что тяготеют, в глубине души боятся, то есть вот ваша такая вот зашатка, это просто страх близких, страх сближения. И, вероятно, опять же, то, что вы одна свидетельствует о том, что, вот, вы не пропускаете близко человека к себе, как бы, и у вас есть, вот, ну, вероятно, какое-то количество подавленных чувств, например, злости, агрессии, может быть, даже от других, вот, например, нежность, восхищение к чему-то и так далее, вот, вы же производите впечатление у человека достаточно такого, зажатого, подавленного немного, вот, а может быть, не эмоционального и довольно скептичного, вот. То есть у вас вот присутствует такая вот скованность. Вот с этим, в первую очередь, нужно работать и, как бы, раскрыв, раскрыв это все, вот. Может быть, какие-то травмы у вас были в прошлом, что тоже оказывают какое-то влияние, да? Ну, например, у вас ведь были отношения, мне кажется, вы об этом не пишете, но были, были наверняка, вот. Соответственно, соответственно, они завершились, ну, очевидно, плохо, очевидно, негативно, да? Это тоже могло на вас повлиять, на вот. Вот, поэтому, ну, как вы себе это представляете, что психолог скажет, вот, ищи мужчину, пам, да, и все будет хорошо, но нет, это так не работает. Психолог поможет вам решить ваши психологические проблемы, но не будет, конечно, подсказываться, где и как искать. Вот, если вы нацелены на какую-то, ну, на какую-то, на какую-то конкретную вещь, например, выйти замуж, например, да, родить там детей, допустим, или семью просто построить. Вот, тут тоже очень важно, что вы увидели, что конкретно в этом, вот, в этом желании есть от ваших потребностей. Потому что вы делаете из этого сверхмотивации, которая зажимается в силу своей интенсивности. И последнее, на что я, пожалуй, обращу ваше внимание, это на то, когда вы с мужчиной взаимодействуете, да, как бы, из чего вы с ним взаимодействуете? Как вы взаимодействуете с ним из чувства избытка? То есть вам хочется чем-то человеку поделиться, вам хочется что-то человеку дать, что-то для него сделать? Или из-за дефицита, когда вы хотите что-то получить? Вот, попробуйте, пожалуйста, это увидеть, это тоже очень важно. И, соответственно, это нужно также корректировать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.